Всем привет и давайте сегодня поговорим о том, как одновременно стримить и шорт с вертикальным видео и горизонтальным видео. Будем честны, данные гайды уже есть на просторах ютуба, но так как мои подписчики канала и зрители, посетители моего канала просили выпустить гайды с моей стороны, я это делаю. Делать это достаточно несложно, вы можете использовать несколько вариантов, зависит от вашей фантазии, либо установить плагин, который будет стримить именно только с одной OBS, или использовать два приложения, это OBS допустим и LeStreamlabs. По поводу плагинов, ниже под описанием я установлю ссылки и рекомендую использовать OBS в последней версии 30.02, если у вас будет установлена версия бета, для того чтобы посмотреть какая у вас версия, вам необходимо зайти в настройки, так сейчас сам вспомню где это было, вот и здесь обновление, стабильный последний выпуск и проверять наличие обновлений. Если у вас стоит бета-версия, у вас будет стоять скорее всего версия 31.02.02, и данный плагин с данным серией OBS работает очень плохо, вылетает постоянно у них на форме поддержки данного плагина, очень много обращений по поводу вылетов OBS, никто даже сцену не может добавить, не может добавить источника, потому что OBS сразу вылетает. Поэтому используем версию последнюю стабильную OBS 30.02. Дальше сам плагин AITUM, это вот этот вот плагин, и соответственно предлагаю вам для упрощения работы с OBS установить плагин SourceClone. Для чего? Значит, давайте разберем сначала вертикал. Значит, здесь у вас будет создание трансляции, начало трансляции и конец трансляции, здесь будет начало и конец записи, здесь функция Backtrack, это буфер повтор последних секунд, которые настраиваются в самом OBS. И также он должен быть включен, сразу вас предупреждаю, если он не будет включен, он не будет работать. Я его выключу, потому что он включается, постоянно морочит. И, кстати, да, в некоторых случаях Backtrack вызывает ошибки, и OBS опять схлопывается. Значит, по поводу вертикал. Значит, основные настройки устанавливаем в разрешении 1080 на 1920, это вертикальное. Битрейт аудио уставляете по умолчанию. В функции Backtrack поставьте то количество секунд, которое вам интересно, поставлю 20 на всякий случай, просто чтобы было. Либо ставите Backtrack всегда включен, то есть у вас всегда будет буфер повтора использоваться на 20 секунд, но помните, что это сильно высаживает вашу видеокарту, оперативную память и процессор. Или Backtrack всегда будет включен во время трансляции записи. Что такое Backtrack, то есть буфер повтора? Вы его включили, у вас всегда в буфере повтора хранятся последние 20 секунд. Понажаете кнопки, у вас эти последние 20 секунд сохраняются, и вы потом можете их выкинуть как шорцы и так далее. Ну, то есть запись, мгновенная запись видео. Трансляции. Здесь вы устанавливаете название вашей платформы, устанавливаете сервер и сюда вставляете ключ. Значит, битрейт, я ставлю 6000, и для шорца это более чем достаточно, большинство стоит даже 4000. 6000 это вот прям идеально, можно сказать, по разрешению. Звуковая дорожка по умолчанию была выключена почему-то, я снял галочку, поставил один, вернул обратно, используя настройки OBS. Запись. Ну, по записи все понятно, здесь стандартные настройки OBS идут. И тоже поставил 6000. Ну и, соответственно, раздел помощи. На этом знакомство с данным плагином закончилось. По поводу Clone Source, он нужен для чего копировать? Допустим, я хочу скопировать аудио кейбл, который у меня стоит настроенный, добавить. Где у нас был аудио? Заход аудиопотока, и вот он сразу показывает имеющийся, который используется в OBS. Соответственно, я его сразу добавляю и не заборачиваюсь. Захотел игру. Скопировать. Так, заход игры. Вот у меня сразу игра. Для того, чтобы разместить их по центру, используйте «Преобразовать». И, соответственно, потому что иногда их здесь выхватывать очень тяжело, гораздо проще нажать правую кнопку мыши, преобразовать, выровнять по центру и так далее. Я рекомендую вам использовать, занимать только вот примерно отсюда верхнюю часть, потому что снизу будет идти чат зрителей. И если у вас картинка будет здесь, и в том числе и видео будет идти здесь, то текст чата будет очень сильно теряться на этой картинке, и людям это будет очень неудобно. Значит, по поводу настроек разобрались. Все вы давно пользуетесь OBS, поэтому не требуется дополнительно каких-то инструкций. Значит, итог. Как непосредственно стримить? Создаете, планируете трансляцию. Допустим, создаем новую трансляцию, дадим им ей название «Тест», описание «Тест», неважно как. Я ее делаю закрытой, чтобы люди не заходили лишний раз. Готово. Теперь, важно, меняем ключ, нажимаем «Создать ключ» и создаем ключ с названием, который вам удобно. Я для себя создал StreamShorts. Давайте сделаем, я вам просто покажу, как это делается. По умолчанию выбрать частоту кадра, ну и, допустим, поставим так вот. Все. Нажимаем «Создать». После этого выбираем данный ключ. Берем его, копируем. Не забудьте RLS копировать. И вставляем вот сюда. Копируем RLS трансляции. И вставляем вот сюда. Дальше. Вы можете либо зайти и запланировать еще одну трансляцию и использовать стандартный ключ. Либо, если вы, допустим, если это долго и неудобно, скорее всего, и то, и другое, то вы можете в настройках трансляции залогиниться. Залогиниться. Чтобы у вас появилась дополнительная кнопка управления трансляцией. Заходите «Управлять трансляцией». Нажимаете, допустим, у меня тест 2, тест 2. Здесь уже все настроено для меня. Нажимаете «Создать трансляцию» и «Начать эфир». Пошло создание трансляции. Начало эфира. Повтор опять запустился. Вот у меня теперь уже две трансляции. Захожу сюда. Стартую эту трансляцию. Ждем кнопки «Начать эфир» и стартуем. Кнопка появилась. Нажимаем «Начать эфир». Как вы видите, «Шортс». А здесь, соответственно, уже горизонтальная трансляция. На этом все. Спасибо, что смотрели данное видео. Ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Оставайтесь со мной на канале. Всем удачи. Всем пока-пока.